Тепло как нельзя кстати. Пусть и в последний месяц зимы в деревню Зыбиха Ивановского района пришел природный газ. Общая протяженность газопровода составила почти 3,5 километра. Жители деревни ждали этого события долгие годы. Кто чем, кто дровами, кто углем. У кого какой котел, так и делали. Тепло себе создавали. У меня вот был электрокотел и печки. Две печки. В Зыбихе чуть больше 40 домов. Теперь газифицировано 16 хозяйств. Не исключено, что с приходом голубого топлива деревня будет разрастаться. Деревня Зыбиха вообще перспективное направление. Совершенно недалеко от города. Но с другой стороны живописные места. Тут прекрасные грибные леса. Поэтому желание жить здесь у людей есть. Кроме того, есть земельные участки еще, которые можно на аукционе приобрести и построить дома. Много дачников здесь. Изначально Зыбиха не попадала в проект «Газпрома». Было принято решение ввести газ всем миром. Половину расходов взял на себя «Газпром». Другую половину составили средства районного бюджета, казны сельского поселения и деньги жителей. Стоимость строительства составила более 9,5 миллионов рублей. Сам этот пункт не входил в систему синхрона с «Газпромом». И средства, на которые он сегодня газифицирован, складывают из нескольких частей. Это инвестиционная надбавка «Мефрегион газа». Это, естественно, бюджеты областной, районный. Но и жители здесь были настолько активны и инициативны. То есть они заведомо сами выкупили участок земли под газопровод. Поэтому невозможно было не пойти навстречу. По традиции губернатор посетил один из газифицированных домов. Павел Коньков побывал в гостях у старосты деревни Любови Рябининой.